Добро пожаловать на канал AngularPlay, это серьезные игры. В этом ролике предлагаю вам посмотреть обзор на патч по игре Warno, который вышел 11 января 2024 года и принес в игру много изменений, а также перевод нескольких деблогов, в которых разработчики рассказывают, как поменяется баланс в игре. Во-первых, в игре наконец-то появился Map Editor. Появилась новая карта 10 на 10 в варианте Rocks. Появилась также новая городская карта, которая называется Tension. Добавили долгожданную возможность массовой погрузки пехоты и артиллерии в средства передвижения. Теперь это выглядит так. Исправили какие-то ошибки в каких-то соло-операциях. Исправили какие-то баги в отображении характеристик, но при этом добавили новые. Как то возможность вести огонь по тураме на ходу, например. Фактически это невозможно, но точность 5% в поле стрельба в движениях в карточке юнит отображается. Переименовали различные образцы вооружения и техники, привели их к историческим назначениям. Например, МиГ-31М переименовали в МиГ-31Б. Ракету Р-37 в ракету Р-33С. Теперь самое важное в этом патче. Переработана система ветеранства. На разных типах техники ветеранство дает разные бонусы. На технике и пехоте – такие. На артиллерии – такие. На самолетах – такие. Еще из важного. Скорректировали время перезарядки самолета в аэропорту. Но непонятно в какую сторону. Значений никаких не указали в очередной раз. Урон от кассетных бомб был увеличен. Точности подавления ручных и стационарных пулеметров также были увеличены. Точность ЗРК теперь варьируется в зависимости от расстояния до цели. Также в целом повысили эффективность ПВО через дальность действия и сплэш – рассеивание. Время прицеливания безрадарных ПВО ракет увеличено до 2,5 секунд. Это больше всего отразилось на советских стрелах. Дальность действия «Стингер», «Дживилин» и «Игла», то есть по ЗРК против самолетов уменьшена до 2300 метров. В целом практически по всем войскам снижена доступность юнитов на карточку и снижена цена. В 11-й парашютной дивизии Франции было увеличено количество карт ВЛРА «Милан-2» с одной до двух, а также увеличено количество карт «Мистраль» с одной до двух. В 5-й бронетанковой Франции добавили одну дополнительную карту «ВАП «Мефисто». Удалили один трехочковый слот во вкладке «ПВО». Удалили один трехочковый слот во вкладке «Артиллерия». Но при этом добавили один трехочковый слот во вкладке «Вертолеты» и добавили один двухочковый слот во вкладке «Пехота». Заменили во вкладке «Танки» трехочковый слот на двухочковый. добавили одну карту вертолета в Газель Кэнон, добавили одну карту вертолета в Пума Писи. 82-й парашютной дивизии США, они сократили количество карточек Хаммеров с 2-м, с 3-х до 2-х, но при этом оставили Абрамсы. Таким образом, советские ВДВ были понерфлены, американские и французские нет. Теперь, что касается девблогов, в которых разработчики делятся планами по изменению дивизии. Разработчик уже удалил у 35-й ДШБ СССР бронетанковую компоненту, но не сделали этого в отношении 82-й парашютной США и французов. В этом девблоге они обращают внимание, что американских десантников также заберут все БМП и танки, а во втанковой вкладке удалят 3-х очковый слот и добавят 2-х очковый во вкладке разведка. Появятся 2 новых юнита разведывательный Шеридан и так называемая лавка. Она будет иметь ту же 30-мм пушку, что и Брэдли, но не будет иметь в туров. В 3-й бронетанковый США 1-х, 3-х очковый танковый слот заменят на 2-х очковый. Также поступят и с артиллерийскими слотами. Удалят также одну карточку РСЗО М230 и все штурмовики А10. Апачи останутся в составе деки. Также дивизия лишится подразделения мех-райфл. В ГДРовской резервной дивизии МКДА также грядут изменения. А именно нынешний Т-55 заменят на новые Т-54 БК. Удалят ПТ-76 и в эту дивизию перейдут все танки Т-62. Больше ни в каких других дивизиях пакта их не будет. 3-х очковый танковый слот заменят на 2-х очковый. Также удалят все подразделения спецназа и ВОПОС. Вместо них добавят некие заградотряды и одну карточку резервистов с ручными пулеметами. Удалят трехочковый слот в разведке и добавят РСЗО Андрюша из остальной дивизии. 39-й мотострелковой дивизии СССР заберут Т-62, передадут их в ГДР, как уже было ранее сказано в резервную дивизию. Но при этом заберут БМП-3 и передадут их в 27-ю мотострелковую дивизию СССР. Также заберут один танковый слот. Заберут один Ми-24 с иглами, но дадут один вертолет на слот и добавят вертолет Ми-24 ВП и новый юнит, вертолет с модулем РЭП. Вместо БМП-3 у 39-й теперь будут БМП-2 и БМП-1. 79-й танковые дивизии СССР заберут все БТР. Теперь вся пехота будет ездить на БМП-2. Также дивизия лишается подразделения мотострелков с метизами и мотострелков с гранатометом с бронепробитием-20. Также у дивизии заберут Буратино и передадут его в состав 119-го танкового полка СССР. Дивизия получает один новый слот, одноочковый, во вкладке «Снабжение» для нового грузовика снабжения на базе КРАС. Трехочковый танковый слот поменяют на двухочковый, а в самолетной вкладке одноочковый слот заменят на двухочковый. И дивизия тоже лишается ВИ-24 с иглами. В четвертой пехотной ГДР гряду следующие изменения. Во вкладке «Снабжение» трехочковый слот поменяют на двухочковый. Удалят один слот из вкладки «Артиллерия», добавят один слот во вкладке «Разведка». И во вкладке «Танки» одноочковый слот поменяют на двухочковый. Все самолеты Су-22 заменят на МиГ-23БИС. Новый юнит в игре. Какой можно сделать вывод из этих деф-блогов? В целом продолжается нерв красных дивизий. К бесполезному 119-му полку прибавляется 39-я мотострелковая, у которой БМП-3 меняют на БМП-1. Забирают отличные вертолеты с иглами и забирают один танковый слот. Дивизия становится бесполезной. К ним же на свалку отправляется 79-я танковая, у которой забирают «Метисы» и «Буратино». Ждем деф-блогов по переделке 119-го полка и 27-й мотострелковой, а также ГДР-овских танковой 7-й танковой дивизии и Берлинского командования. Но тенденция уже видна, и она такова. Разработчики по неизвестным причинам продолжают качать баланс в сторону натовских дивизий. Зачем они это делают и к чему приведет, покажет время. До новых встреч!